мы желаем вам здоровья и говорим здравствуйте в эфире первоприднестровского программа о самом важном здоровье и я доктор наталья донцу около трех месяцев приднестровье борется с ковид первыми на себя удар приняли врачи пульмонологи невропатологи хирурги кардиологи реаниматологи все объединились в борьбе с вирусом каждый день на передовой о том что к вид опасен знают не понаслышке за жизнь каждого пациента борются до последнего и побеждают корона ворвалась приднестровье и заняла не только сводки новостей но и палаты к вид госпиталей сейчас обстановка стабилизируется вирус снижает темпы а вот число к вид побед растет о нелегком пути от статуса позитив до выздоровления еще недавно к вид позитив сегодня статус здоров семья голецких из рыбницы экс пациенты корона госпиталя под удар к вида попала вся семья бабушка с дедушкой заболели первыми потом температура поднялась у 10-месячной сони родители девочки перенесли болезнь бессимптомно теперь все здоровы я не переживаю даже если порекомендовать друзьям что не переживайте что будет какое-то но обобщенное лечение будет каждому индивидуально согласно его анализом госпитале в семье голецких вспоминают с улыбкой говорят сначала переживали особенно за малышку справиться со стрессом помогли врачи создали хорошие условия отдельная палата детская кроватка и усиленное питание все как дома медсестры очень хорошо относились всегда что-то пытались отвлечь тот а как-то поиграть ну вот естественно насколько это было возможно добрые взгляды врачей нас тоже успокаивали потому что ну видно было только только глаза о том что ковид 19 не приговор знаю теперь и в семье климовых рассказывают меры безопасности соблюдали и все же болезнь пришла александр первым почувствовал себя плохо сделали рентген встретили нас там все сделали рентген и легкая пневмония была а через три приезжает ко мне вечером полдесятого драссель санстревич собирайся и изолятор что характерно обоняние было прекрасно вкусы я различал температуры не было насморка не было головных ничего не было симптомов никаких не было александру повезло ковид протекал бессимптомно хоть он в группе риска есть и сахарный диабет и сердечная недостаточность а вот екатерину невестку болезнь прихватила по полной воспаление легких отдышка температура 40 доктора каждое утро все там держите все будет хорошо молодцы как себя чувствуете плохо ничего завтра будет лучше это сегодня плохо завтра лучше будет ну вот так как бы морально поддерживали нас и медсестры врачи через две недели корона отступила екатерина говорит спасибо врачам найти вену на ощупь где руки защищены и это очень сложно это очень сложно и поэтому большое огромное спасибо а эта история победы над короной из бендер середина мая вспышка в психоневрологическом интернате светлана участковый терапевт помогала бороться с ковид о диагнозе узнала когда всех врачей протестировали не возьми у нас маски на пцр я бы даже не подозревала что у меня ковид для меня да это могло закончиться с тихо и спокойно но я же не живу одна я могла заразить своих членов своей семьи могла заразить своих коллег я могла заразить кого-то своих подопечных поэтому это очень хорошо очень правильно что мы регулярно сдаем мазки светлана чувствовала себя хорошо ни насморка ни боли в горле ни температуры и все же на несколько недель врачу пришлось стать пациентом отношение было очень хорошее очень спокойно очень заботливая доктор наш леча был невролог по специальности тоже его перекинули в это отделение на помощь очень грамотный очень внимательный еще одна история выздоровления из террасполя юрий врач хирург первые симптомы температура 37 ломота в ногах и сухой кашель вирус дал осложнение пневмонию теперь все позади течение моего заболевания было легкое но несмотря на это мне в первый день произвели компьютерную томографию легких которая выявила наличие небольшой сегментарной пневмонии которая в принципе клинически особо не проявляла чувствовал себя я неплохо за исключением температуры через коронавирусные тернии к выздоровлению с инфекцией сражался почти месяц контрольные пробы дали отрицательные результаты персонал относился крайне позитивно теплом что хочется сказать что в основном же ребята это волонтеры большая часть волонтеров и я не ожидал что они с такой теплотой и с таким умением медицинским будет выполнять свой долг истории со всего приднестровья диагноз 1 к вид путь от статуса позитив до выздоровления нелегкий неделя лечения самоизоляция восстановления какая она жизнь после короны знает уже более 900 приднестровцев число выздоровевших растет у вас два теста на корону отрицательные эту фразу мечтает услышать каждый кто столкнулся с болезнью сейчас врачи делают все чтобы справиться с пандемией они работают практически без сна и отдыха но не унывают потому что знают вирус победим от простого белого халата до защитного костюма у каждого кто прошел этот путь своя история о жизни героев нашего времени то о чем возможно редко говорят рассказываем у меня была поставлена задача у меня была цель был определенный план реализации этой цели к вид 19 это же малоизученная и опасная инфекция вы не боялись боялись мы боялись но мы делали свою работу понимаете мы лицом к лицу на расстоянии намного меньше чем полтора метра этот выбор был осознанным просто я понимала что кто как не мы то есть вариантов особо даже не было боялась очень боялась и страх заболеть он стимулировал меня к тому чтобы я была внимательна просыпаясь каждое утро я знала что меня ждут мои пациенты первые недели первые две они были самые даже три самые тягостные у нас каждый день поступали а выписанных было ноль и вот когда пошли эти победы когда вот этот список стала расти плюс 3 и плюс 7 плюс 12 плюс 41 был мы их выписываем понимаете можно сказать это это победа это маленькая победа для каждого мы пытались соблюсти все меры безопасности то есть вот это чувство безопасности оно должно было быть внутри тебя в итоге нам удалось столь короткий срок создать вот такую работоспособную лечебную организацию госпиталь и не важно что ты в противогазе они тебя не видят твоих эмоций ты подходишь пациенту нагибаешься меряешь ему уровень кислорода и все равно улыбаешься и я надеялась что все мои пациенты которым я улыбалась это чувствовали мы находимся в слободзе и за спиной первый к вид госпиталь в приднестровье именно сюда привозили первых пациентов с подозрением на коронавирус корона позитиву были готовы работали на опережение создали все условия сделали ремонт привезли медицинское оборудование и лекарства оперативно собрали группу добровольцев если бы мы увидели эти кадры пару месяцев назад подумали что это съемка фильма сейчас это реальность в красной зоне заболевшие и те кто не жалея себя и забыв про усталость пытаются им помочь терапевты урологи кардиологи и хирурги всем пришлось оперативно перестроиться и стать доктором-инфекционистом а тех кто борется с ковид из эпицентра событий юлиан расскажите свой путь в медицине почему вы стали врачом захотел всегда людям помогать и это наверное самое что ни на есть благородная профессия для того чтобы реализовать сколько вы уже работаете в медицине но если начинать от окончания медучилища то с 2000 года 2000 году я окончил медицинское училище после чего год отработал фельдшером за год я понял что как бы это хорошо но надо стремиться к большему к лучшему к высшему после чего было решение принято поступить на медицинский факультет я об этом не жалею никогда не жалел после чего началась учеба которая одновременно совмещалась с деятельностью медбрата в одном из отделений а именно в инфекционном отделении лечь городка нашим живые и там вот так случилось а что когда уже пришло момент распределения к этому времени я уже можно сказать был влюблен в инфекционные болезни и не за шесть лет ничего не поменялось а она как было так и осталось а как вы вообще восприняли начало эпидемии в китае думали ли вы что она дойдет до нас и что именно вы будете принимать участие в борьбе за каждого пациента я скажу что изначально наверное как и все мы мы думали о том что это где-то далеко сейчас когда был еще азия то вроде как казалось далеко но когда пошла гореть европа в принципе нам уже инфекционистами думаю эпидемиологом стало понятно что это просто вопрос времени но к вид 19 это же малоизученная и опасная инфекция вы не боялись боялись все боялись я скажу все боялись ими врачи медсестры санитарки мы все боялись но мы делали свою работу понимаете сейчас мы можем уже оглядываясь назад сказать что в плане защиты персонала все было сделано как бы правильно достойно что это работает это самое главное прошло почти три месяца полных два с половиной это работает понимаете если это все соблюдать то что предписано правила одевания раздевания правила защиты полноценные комплекты она работает она защищает персонал с какими трудностями вы столкнулись в своей новой работе когда мы сюда пришли здесь еще не все не везде были разграничены чистые или как называют их сейчас грязные или красные зоны вот и и мы вот ну где-то на ходу это всем делали понимаете уже пациенты находились нас они поступали уже через приемная работал приемная бригада работала средствах индивидуальной защиты а мы в этот момент еще где-то что-то перестраивали маршрут этих пациентов каким на мой наиболее безопасно пройти к месту своего к палатам своим так чтобы пути пациентов не пересекались путями или минимально скажем так пересекались путями медицинского персонала для того чтобы не было вот этого перекрестного заражения и мы добились этого уже к концу можно сказать первой неделе все зонирование было сделано уже все маршруты начиная от поступления пациента с приемного отделения и до попадания его в палату уже все было просчитано доме до мелочей и вот с конца вот можно сказать это первой неделе уже госпиталь заработал как единое целое работа в защитном костюме наверняка тяжелая тяжелая работа тяжелая но я вам так свой ты когда его одеваешь полный защитный конфликт и чувствуешь себя уверенно особенно сейчас когда мы прошли два с половиной месяца когда среди слава богу среди наших коллег бык были были к сожалению единичные случаи но эти первые единичные случаи были самые первые вот от момента когда мы еще наверное еще не совсем владели техникой работы с этими средствами индивидуальной защиты и когда проходит два места и мы уже знать это наше спасение это наша защита и вот мы ее одеваем я захожу к пациенту я знаю что вот мы мы защищены персонал защищен как бы она тяжело но все равно это спасение как доспехи для рыцаря а были ли вообще мысли оставить эту тяжелую работу и уйти нет не было ну а кто если не мы было тяжело особенно когда пошли первые вот до введения полноценных ограничительных мероприятий у нас был бы большое поступление поступали до 50 человек в день это много это большая загрузка на медицинский персонал приемного и потом на медицинский персонал уже отделений но таких мыслей не было надо давить довести до до последнего пациента вы устаете мы устаем больше морально физически она физически устаешь от неоднократного одевания и раздевания средств индивидуальной защиты а вот морально она больше выматывает когда вот сообщение с пациентом объясняем каждому пациента особенно в некоторых случаях когда человек берет контрольный мазочек люди и у них приходит промежуточные вот эти контрольные и они приходят положительные вот этот момент очень и вот в такой немножко неприятный говорит что все нормально мы идем дальше это был промежуточный контрольный анализ он положительный продолжаем мы двигаемся к выздоровлению а где же вы берете силы для того чтобы каждый день идти в бой вдохновение и вот эти вот маленькие победы они нас заряжают на следующие понимаете и этого вот поступает новый человек этого выписать и этого выписать вот он поступает и у нас с ним цель понимаете он должен ринза он должен получить эти два отрицательных результата мы с ним начинаем двигаться с каждым пациентом ваша семья вас поддерживает моя семья поддерживает уже поддерживает почему же ну супруга отнеслась я к этому очень расстроилась она в общем очень осторожна потому что соответственно никто не знал что с чем мы будем столкнемся как от этого защищаться были данные о том что медики это первая линия к группа риска по заражению потому что мы лицом к лицу на расстоянии намного меньше чем полтора метра но потом когда пошли выписанные понимаете когда пошла статистика и вот первые недели первые две они были самые даже три самые тягостные у нас каждый день поступали а выписанных было ноль вот просто ноль и вот когда пошли эти победы когда вот этот список стала расти плюс 3 плюс 7 плюс 12 плюс 41 был вот тогда понимаете теперь уже супруга она уже немножко успокоилась и она теперь гордится дочка гордится больше всего наверное приносит удовольствие говорить людям что у них результат на к вид отрицательного да первый мозог у нас чтобы выписаться надо получить два отрицательных мозга первый мозог это уже ты просто видишь как люди у них счастье уже понимаете вот она она уже это конец нашего долгого пути и когда второй мозог эмоции и плачут и смеются радуются собирают сразу чемоданы и сразу готовится все то есть это можно сказать что здесь жизнь разделена на до понимаете и после чувствуете себя героем нет я не скажу что я чувствую себя но чувствую себя хорошо чувствую себя радостно особенно когда мы выписываем пациента это радость для всего отделения и вот у нас машина подъезжает и у нас ну что там сан транспорт идет до дома 14 дней карантина и вот там мы их выписываем понимаете можно сказать это 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 победа это марк маленькая победа для каждого из и пациентов победа над болезнью понимаете и нас нет персонала мы помогли ему победить вот этот момент победить эту болезнь и мы победители он победитель и мы победители с ним вместе а это столичный ковид госпиталь новое отделение хирургии похоже на зону отчуждения для свободного посещения территория закрыта в полной экипировки врачи работают минимум по 6 часов подряд без воды еды и отдыха но не опускают руки пациенты всегда видят добрые глаза и слышат их голоса ирина ванна вы приняли участие в ликвидации эпидемии в приднестрове почему вы стали добровольцем когда только начиналась пандемия в китае мы между собой весело шутя в ординаторской разговаривали о том что это все шутки до нас это пандемия точно не дойдет но на что мой коллега николай иванович сказал нет ира ты увидишь что этот вирус дойдет и до нас и когда уже стали тревожные нотки звучать из соседних государств тогда мы действительно все задумались а что же будет у нас поэтому естественно этот выбор был осознанным просто я понимала что кто как не мы то есть вариантов особо даже не было а какие эмоции вы испытали когда начали работать в к видном госпитале когда облачились в этот костюм первую очередь был страх что а вдруг мы не сможем им помочь страх именно перед тем что мы понимали что у нас возложены достаточно серьезные задачи и что никто кроме нас и мы должны справиться с этим а с какими трудностями в новой работе вы столкнулись трудностями это назвать нельзя это просто перестройка это адаптация к новым условиям труда так называем в первую очередь за что это наши защитные костюмы да то есть наши средства защиты которые учились правильно одевать учились правильно раздевать учились обработку правильную достаточную проводить учились в них ходить почему потому что понятно что одев их воды выпить невозможно нереально осуществить какие-то свои другие человеческие потребности тоже нельзя то есть приходится терпеть и организма ну достаточно долго перестраивался к новому режиму дня тут было сложно и организм даже показывал нам эту адаптацию в виде жутких отеков в виде усталости за счет стрессового фактора и естественно же за счет нарушения режима а как строился ваш день в к видном госпитале было совещание затем мы шли одеваться сам процесс одевания у нас занимал ну около 30 40 минут потому что два костюма бахилы защитные две-три пары перчаток маска очки и еще защитные экраны которые мы использовали почему долго одевались потому что мы пытались соблюсти все меры безопасности то есть вот это чувство безопасности оно должно было быть внутри тебя далее мы шли на обход сложность в чем была на обходе в том что мы не можем послушать больных то есть по стандартам этого делать нельзя ввиду того что нарушится наша безопасность и целостность нашего защитного костюма так и тянулись руки к фонендоскопу хотя бы послушать а вы плакали нет такого не было если честно ну человек существо адаптируемые то есть очень быстро вошли в этот ритм и хочу сказать что даже стала нравиться вот уже когда ушла оттуда уже где-то вот нотки какой-то ностальгии по работе в ковид-центре были а что больше вас тронула в ковид-центре чувствовалось что люди хотят общение хотят тепла и доброго слова от врача то есть вот психологические моменты в данной ситуации именно в ситуации с коронавирусом играли огромную потому что они играли даже большую роль чем самолечения действительно доброе слово доктора слова поддержки слова надежды вселяемой нами в них новых выздоровление в их скорейшее выздоровление а история какого пациента вам запомнилось больше всего один из первых пациентов самых первых мужчина многодетный отец который был крайне тяжелый супруга приходила плакала под стенами госпиталя ввиду ну где-то осознавание какой-то может быть даже безнадежной неисправимой ситуации но вот спасибо нашим врачам реаниматологам нашей совместной работе мы боролись боролись за него и пациент потихонечку выздоровел что вы делаете сейчас то хочется отметить что благодаря нашим совместным усилиям слаженности работы всего коллектива добровольцам помощи младшему среднего медперсоналу нам удалось за максимально короткие сроки минимизировать количество больных локализовать эпидемию количество пациентов к видном госпитале сократилось до минимума поэтому мы потихонечку возвращаемся все к своим обычным рабочим местам надеемся к скорейшему ближайшему закрытию госпиталя второго уровня где находились к вид положительные пациенты и уже останется госпиталь на базе слободейской больницы ирина иванова вы чувствуете себя героем я себе чувствую обычным врачом который выполнял свой врачебный долг говорить о каком-то героизме но это мне кажется это чересчур высокие слова потому что это наша работа которую я считаю которую достойно выполняли выполняем и будем выполнять когда это будет необходимо в условиях как пандемии так и в условиях обычной жизни мы всегда были есть и будем врачами то есть людьми которые помогают людям жить и быть здоровыми дерматологи становятся инфекционистами мамы и жены спасателями из црб наши главные герои в белых халатах антонина ивана расскажите свой путь в медицине почему решила стать врачом ну я не первый врач в семье у меня и старший брат он пульмонолог доктор медицинских наук профессор живет москве у нас большая разница в возрасте когда я училась школе он когда приезжал рассказывал очень увлеченно своей работе своих пациентах и по окончанию школы вариантов выборе профессии у меня не было я решила стать врачом я работаю дерматологом в течение уже 20 лет и веду прием пациентов с кожными заболеваниями когда пришел к нам к вид к сожалению связи с карантином наша поликлиника перестала работать в полную мощь и я почувствовал себя невостребованной и заинтересованность новой инфекции плюс такая невостребованность на работе сподвигла меня пойти работать в госпиталь не побоялась пойти на передовую ну честно говоря боялась но интерес к этой болезни к пациентам которые болеют это не изучена инфекциям я конечно превалировал для женщины же это тяжелая работа в медицине нет понятия женщина мужчина мы все врачи с какими трудностями столкнулась в новой работе в начале трудно было трудно было привыкнуть к условиям работы трудно было привыкнуть к одежде к защитному костюму к маске потом трудно было привыкнуть противогазу трудно дышать плохо видно плохо слышно тебя плохо слышно и самое обидное психологически сложное было что пациенты не видят твоего лица не видят твоих эмоций где находила психологическую разгрузку просыпаясь каждое утро я знала что меня ждут мои пациенты ждут обхода ждут консультации ждут осмотра ждут нашей поддержки это конечно стимулировало меня а сама не боялась заболеть боялась очень боялась и страх заболеть он стимулировал меня к тому чтобы я была внимательна и к себе и к своим коллегам с которыми я работала мы смотрели за собой смотрели друг за другом очень внимательно и одевали друг друга и обрабатывали друг друга вы же жили отдельно от своей семьи не явилось ли это каким-то эмоциональным фактором для вас ну мы добровольно согласились на самоизоляцию исключительно в целях защиты своих семей сложно было первое время было очень сложно но я хочу выразить благодарность людям которые нас окружали окружали нас во время нашего проживания большая благодарность за то что они создали такие условия в которых мы не чувствовали себя в чем-то ущемленными чувствовали себя практически дома то есть они вам создали домашнюю обстановку да они во всяком случае приложили все усилия для этого расскажите о своей команде с которой вы работали в нашей команде все были добровольцы в различных специализаций и кардиолог был александр донсу и терапевт светлана крупного был даже патологонатом петр есть кин так что у нас была многопрофильная команда и в своей работе мы выбрали определенный определенную тактику работы мы не делили пациентов на своих там твоих моих мы всей командой ходили в каждую палату и каждый пациент получал разнопрофильную помощь от разнопрофильных специалистов то есть вы общими усилиями лечили всех пациентов одна голова хорошо 4 головы еще лучше расскажи о своих эмоциях приезжая на работу уже одеваясь в процессе уже настраиваясь на работу идешь в отделение заходишь палату все глаза сразу на тебя все ждут что скажет доктор как она пришла что он в каком настроении она пришла и неважно что ты в противогазе они тебя не видят твоих эмоций ты подходишь пациенту нагибаешься меряешь ему уровень кислорода и все равно улыбаешься потом ловишь себя на мысли не видят же но все равно глаза передают эмоции я надеялась что все мои пациенты которым я улыбалась это чувствовали а что чувствовала когда уже получала отрицательный результат анализов пациентов на к вид ну это была наша всеобщая радость мы втроем заходили в палату сообщали пациентам поздравляли их и у меня вот хобби было я фото просила пациентов прислать мне фотографию палаты вот которая выздоровела у меня вот много фотографий в телефоне сохранилась именно своих пациентов еще полгода назад коронавирус казался чем-то далеким и фантастическим думали где китай а где приднестровье после инфекция разбушевалась в италии и охватила всю европу сейчас к вид постучался в двери каждого из нас в приднестровье режим чп не продлили мы возвращаемся к обычной жизни главное не забывать о мерах безопасности люди супергерои ближе чем нам кажется врачи медсестры санитары каждый день они борются за жизнь других герои нашего времени они не носят плащи но обязательно ходят в защитных костюмах не обладают сверхспособностями но спасают жизни белые халаты уже давно сменились на настоящую амуницию носить ее каждый день не снимая порой по 10 часов уже подвиг во всем мире поддерживают и благодарят посвящают им песни и устраивают в их честь флешмобы италия еще недавно страна задыхалась в объятиях к вида на передовой как и везде врачи особенно отчаянным положение было в бергамо полтора месяца медики боролись за каждую жизнь круглые сутки три смены без выходных именно в италии запустили флешмоб люди в одно время по всей стране выходили на свои балконы и аплодировали так выражали благодарность тем кто спасает жизни акцию потом подхватили в испании грузии франции россии арт-объекты и плакаты в поддержку врачей тоже теперь не редкость в челябинске например появилась гигантская граффити открытка с поздравлением ко дню россии и благодарностью врачам за их самоотверженный труд во время пандемии именно в этом году им посвящен день россии в москве пациенты благодарят своих спасителей спасибо врачам такую фразу можно было увидеть на гостинице космос и снова италия местный житель во дворе дома сделал скульптуру из песка врач в маске сначала держит на руках как ребенка пенинский полуостров а затем и весь земной шар это ноша конечно же тяжело поэтому каждый старается по-своему поддержать медиков поднять им настроение в китае устроили целое представление сотни светящихся дронов в ночном небе образовали фигуру врача в белоруссии на здании торгового центра фраза спасибо вам доктора написано на разных языках мира сша полицейские перед больницей выложили сердце из своих машин знаете в ситуации в которой мы все оказались главное оставаться человеком а что это значит прежде всего благодарить за все за радость свободно дышать и быть здоровым они трудятся днем и ночью невзирая на усталость и стресс спасают людей забыв про страх напряжения и желание побыть семьей они скажут что это их работа но на самом деле это подвиг за который мы говорим спасибо очень хорошо тепло приняли нас за что огромная благодарность всему медперсоналу благодарность от всего сердца хочу выразить слова благодарности медицинским работникам морально поддерживали нас и медсестры врачи медики умнички умнички довольно таки сложно работать все таки в этих костюмах я считаю что это просто героизм и героизм не вне просто сотрудников которые ну по долгу врачей до агеризм тех кто пришел туда по собственной воле волонтеров и примерил на себя эту работу вам выставляет высокую оценку именно граждане приднестровской молодоской республики я это наблюдаю именно с тех обращений благодарственных писем которые поступают в адрес президента наверняка в адрес оперативного штаба и те люди которые прошли через госпиталя они отмечают высокий профессионализм хорошие отношения хорошую организацию труда и говорят о том что даже не ожидали такое увидеть именно в приднестровье и раньше не сомневался а сейчас еще более убежден в вашем профессионализме и вашем опыте нам отделением вручали от администрации президента розы все на мы довольны а нашим врачам сестрам которые работали в слободзе и вручили медали за спасение жизни желаю всем я крепкого здоровья трудиться в здравии низкий поклон врачам всем и хочу чтобы над нами было как сегодня светлое небо чистое и чтобы мирно дружно жили первые кто стал именно на пути распространению пандемии являлись работники здравоохранения врачи фельдшера медсестры медбратья технические сотрудники ну и так далее и видит результат наших ковидных госпиталях спасались те кому даже шансов не давали но наши врачи это смогли сделать ко дню медицинского работника ну и как президентом было принято решение о том чтобы каждого работника здравоохранения кто имел касание именно ковидному больному наградить медалью за спасение жизни этот памятный знак медицинским работникам участникам великой отечественной войны локальных вольн и ликвидации чрезвычайных ситуаций это конечно памятный знак нашим ветеранам ветеранам нашей системы но это уже памятный знак и современного врача это уже и есть история берегите себя берегите своих близких спасайте людей и любите приднестровье спасибо за пот и слезы за радость выздоровления и бессонные ночи пандемия конечно закончится но это для нас с вами а врачи разве что наконец-то смогут тоже обнять своих родных от которых сейчас вынуждены держаться подальше а потом снова пойдут спасать жизни а пока новый день новая битва которую они обязаны выиграть и мы можем в этом помочь соблюдайте меры безопасности с вами была программа здравствуйте мы есть на сайте 1 приднестровского в социальных сетях и ютюбе берегите себя и будьте здоровы